Всем привет! Сегодня поработаем над мышцами кистей, предплечья и пальцев. Значит, эти мышцы, в общем-то, страдают очень часто при болезни шаркома ретута, поэтому нам обязательно нужно их укреплять. Ну и для начала нам ничего не понадобится, но потом, под конец тренировки, нам понадобится какая-нибудь такая штучка, как прищепка. Ну, у меня это заколка для волос. И резиночка. То есть, в принципе, такую штучку вы можете задешево где-нибудь приобрести без проблем. Ну, давайте начнем. Значит, сначала нам нужно разогреть наши суставы. И кисти, в принципе, могут вот так вращаться, да, по 380 градусов. То есть, у нас есть определенные суставы, которые могут так делать, например, кисти и ступни тоже. Но есть некоторые суставы, которые так делать не могут, просто потому что они по-другому устроены анатомически. Например, локтевой сустав или коленный сустав. Поэтому, знаете, когда люди делают упражнения, так называемую суставную гимнастику, с разогревом суставов коленных и локтевых, и с вот такими вращательными движениями, то для меня как бы нет в этом смысла, потому что локтевой сустав не может вращаться по 380 градусов. Он может вот так только, да, сгибаться. Вот. Поэтому, ну и мы вот так разогреваем кисти вращательными движениями. Вот. Поэтому вот такие движения, они, в принципе, не особо имеют смысл. И проворот у нас получается не за счет локтевого сустава, а за счет проворачивания в плечевых суставах. Вот. И то же самое с коленями. То есть, когда мы пытаемся сделать круговое вращательное движение коленями, то, в принципе, получается, это у нас за счет тазобедренных суставов. Вот. Но кисти могут так вращаться, поэтому мы их так можем разогреть, и без проблем с ними так работать. То есть, если у вас, например, уже вы чувствуете, что у вас руки уже устают, то необязательно делать так много повторений, как я сейчас делаю. То есть я еще сейчас, у меня лирических отступлений будет много. Вот. То есть сделали там несколько вращений, 10, например, штук в одну сторону и 10 в другую. И все. На этом мы, в принципе, разогрелись. Дальше. Что мы делаем дальше? Мы просто берем руки и сгибаем поочередно, вот таким, точнее, не поочередно, а просто сгибаем вот таким образом. Значит, в кулак здесь прямо сильно сжали, разжали. Еще раз. То есть потихоньку, по каждой, каждая фаланга как бы у нас отдельно сгибается. В кулак разогнули. Если у вас так не получается, делайте настолько, насколько можете. То есть если у вас, например, рука совсем, да, уже атрофировалась, например, ну, хотя бы чуть-чуть, хотя бы как-то попытайтесь сжать в кулак и разжать. Тоже несколько раз мы так делаем. Ну, раз 8 или 10. Смотрите, какая частота, точнее, сколько повторений вам удобно, да, для начала. Потом всегда можно усложнить, увеличить число повторений. Хорошо. После каждого упражнения можно руки потрясти, расслабить их. Ну, и давайте чуть-чуть растянем. Значит, растягиваем мы вот таким образом. Мы надавливаем на руку вот здесь. Можно на пальцы сначала надавить. Аккуратно. Здесь не нужно, чтобы искры с глаз, искры с глаз, чтобы, да, были. То есть все упражнения у нас такие. И вот большой палец пытайтесь в сторону, как бы, держать прямым и в сторону отводить. Вот. То есть каждое упражнение мы делаем, особенно растяжку, мы не доводим до прям какой-то сильной боли. Особенно острой боли. То есть, да, должно быть натяжение, чувство натяжения, но не должно быть чувство боли. Ну, и вообще, когда мы делаем упражнение, не должно быть такое, что вы прямо изнемогаете и на каком-то надрыве делаете. Да. Растягиваем. Можно чуть-чуть повыше также надавить. Хорошо. Растянули. Встряхнули. Дальше. Дальше мы делаем руки таким образом и просто поворачиваем. И несколько секунд подержим. То есть так. Пальцы можно сначала просто вместе держать. И наружу. Наружу. По несколько секунд держим в таком положении, по несколько секунд в таком. Ну, там буквально 2-3 секунды. То есть здесь уже более-таки большие мышцы у нас задействованы. Вот мышцы, да, предплечье. Хорошо. Встряхнули. Чуть-чуть отдохнули. Можно также попить водички, периодически пить воду, если вы устаете, да. Открываем пальцы. Закрываем. Следующее упражнение. Открываем пальцы. Закрываем. Опять же, да, я понимаю, что не у всех это получается упражнение. Делайте, насколько можете. То есть есть различные вспомогательные также средства для того, чтобы пальцы, руки не скручивались быстро и сильно. Да, то есть есть прямо сплинтеры. Я не знаю, как они по-русски называются, если честно. Но сплинтеры такие, которые как бы ночные, например, которые вы как бы прикрепите, ну, как бы руку кладете на них, и рука не так сокращается не так сильно ночью, потому что физически как бы она не может это сделать. Хорошо, пальцы растягивали, так скажем. Теперь что мы делаем? Теперь мы совмещаем два упражнения. Значит, пальцы вместе сначала, руки вот так. Здесь, теперь руки ладошками вверх. Раскрываем пальцы, сгибаем, переворачиваем. Разгибаем вместе. Переворачиваем, пальцы раскребаем вместе. Ну и так делаем тоже несколько раз. Раз по 10. То есть такие упражнения желательно делать хотя бы раза два в неделю. Можно их прямо делать за рабочим столом, например. То есть буквально там 10 минут выделили, не знаю, после обеда или перед обедом. И делаете упражнения. То есть да, это не такая не тренировка, так скажем. Это упражнения для рук, которые можно как бы внедрить в вашу обычную жизнь. Да, тренировки все-таки, я считаю, это такие вещи, на которые мы выделяем отдельно время, там хотя бы 30 минут, и прямо конкретно занимаемся всеми мышцами, особенно большими мышцами. А такие вещи, да, нам нужно делать периодически. Конечно, желательно вообще, наверное, каждый день, но понятно, что ни времени, ни желания это нет. И вообще каждый день, наверное, и не стоит все-таки, хотя бы через день. Вот, хорошо. Значит, дальше. Берем опять же руки, да, и теперь большой палец мы уводим к кисти. Вот, то есть вот эти мышцы большого пальца, они как бы немножко отдельно. И над ними тоже нужно работать отдельно. И тоже не у всех, наверное, получится это упражнение, но старайтесь хотя бы как-то попробуйте его делать. Тоже можно задержаться там на несколько секунд и отвести. Задержаться на несколько секунд, отвести. Тоже можете начать там раз 8, наверное, 10. Вот у меня мышцы немножко начинают уже потряхиваться. То есть тремор и, в принципе, да, есть при болезни широком ретут очень часто, при типе 1А в частности. Вот, ну и когда мышцы устают, конечно, тремор еще будет более заметен. Вот, значит, встряхнули руки, немножко отдохнули, можно попить водички. Встряхнули, встряхнули и немножко вот так вот отдохнули. Вот. Дальше что мы делаем? Дальше мы опять сделаем такое более композитное движение. Значит, поднимаем руки, раздвигаем пальцы, переворачиваем в сторону и вытягиваемся. И вот здесь чувствуем, как будто бы нас прямо вытягивают макушкой вверх. Дальше собираем вместе, переворачиваем и сгибаем в кулаки. Разгибаем, переворачиваем в сторону, вытягиваемся вверх. Вместе, здесь лопатки вместе сводим, разводим, переворачиваем в кулак. Разгибаем, переворачиваем, сводим лопатки, грудь вперед. Ну, не сильно, сильно в пояснице не надо выгибаться в сторону. Дальше сводим лопатки, разводим и в кулак. Еще раз. Вытягиваемся. Переворачиваем. Кулак. Ну, тоже так, несколько раз поделаем, штук 5-6 можно поделать старений. То есть здесь я постаралась внедрить упражнения как на интринзик, так называемые мышцы внутренние, так и на экстринзик. То есть это те, которые... То есть одни у нас вот здесь находятся, они более-таки большие, и другие в кисти больше. Так, ну и давайте еще раз делаем, раскрываем, переворачиваем в сторону, вытянулись, к себе лопатки опять у нас сведены. Разводим, переворачиваем в кулак. Окей. Так, дальше упражнение. На пальцы больше у нас направлено будет. Значит, берем руку и поочередно сгибаем палец, каждый палец к большому пальцу. То есть делаем вот такой кружочек, как бы, да, из каждого пальца. Ну, я постараюсь сделать несколько видео с упражнениями на руки, на кисти, на пальцы. Также попробуем усложнить. То есть будут более сложные варианты, например, гантельками, именно на кисти, чтобы мы работали немножко с утяжелителями для тех, кто может. Ну и с мелкими предметами тоже поработаем. Хорошо. Ну и другую руку. Конечно, можно обе руки вместе делать, но здесь проще, мне кажется, уделить внимание отдельно каждой руке. Ну, то есть это как у вас время позволяет. Можете по отдельности, можете обе руки вместе и немножко придавливайте, как бы. То есть как будто бы вы что-то хватаете пальцами, то есть с усилием стараетесь соединять пальцы. Ну и тогда тоже несколько повторений. Хорошо. Пальцы расслабили. И теперь можно немножко их вот так помассажировать. То есть некоторые из этих упражнений я также показывала у себя в инстаграм-аккаунте. Они собраны в архиве упражнения для болезни широком ретута или при болезни широком ретута, что-то такое. Ну и как мы делаем массаж? То есть мы идем как бы от основания кисти и по каждому пальцу. Если кто-то вам дома может это сделать или на работе коллеги, то отлично. То есть вот так вот мы проходимся по каждому пальцу. Ну и большой тоже можно сделать. Ну или сами вот так вот каждый палец мы как бы промассажируем. То есть да, по моему опросу у многих, в общем-то, людей есть проблемы со слабостью в руках. И у меня тоже есть слабость. И над этим, конечно, надо работать. Ну и так, да, прошлись. Хорошо. Теперь мы еще раз растянем вот эти наши мышцы. Значит, пытаемся вытянуться макушка вверх. Лопатки сведены вместе. И руками как будто бы толкаем, вот так вот раздвигаем окошко, например. Вот у меня сзади окошко есть. Значит, я эти все упражнения делаю на стуле. Да, если видите, я просто сижу на стуле. Их можно делать сидя на полу. Можно стоя, если вы так предпочитаете. Но я думаю, что стоя нам сложнее, да. Во-первых, нужно держать баланс. То есть как только нужно держать баланс, это все становится сложнее. Включаются другие мышцы. И легче устать, быстрее так устать. Переворачиваем вниз руками. И, значит, пытаемся грудь толкать в сторону. Точнее, вперед. Лопатки вместе. Плечи опускаем вниз. Руки у нас вот так вот тянутся. И так сидим. Хорошо. Расслабились. Значит, в принципе, здесь можно закончить. Для первого раза это достаточно. Но для тех, кто хочет продолжить, или если вы это делаете не первый раз, то можем дальше продолжить с пальцами. А теперь немножко посложнее упражнение. Значит, берем резиночку сначала. И пытаемся ее вот так вот раскрыть. Пытаемся раскрыть пальцы. Подержали несколько тоже секунд вместе. Подержали. Вместе. Значит, резинки тоже бывают разной натяженности. Поэтому, да, сопротивление нужно оказывать разное в зависимости от резинки. Ну, подберите такое, которое вы можете, как бы, да, вы можете ее растянуть, но не так, что прям совсем туго и прям вообще ничего не получается. Вот. То есть, если очень слабенькая, но вам подходит, хорошо, начните с такой. Вот. И тоже несколько раз мы так делаем. Конечно, они немножко будут вниз спускаться, но ничего страшного. Хорошо. Значит, эта рука отдохнет. И делаем вторую руку. Чуть-чуть задержимся на несколько секунд. Расслабим. Раскрываем. Вместе. 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 Она у меня совсем. То есть, желательно, конечно, вот прямо, чтобы на... Можно на разных уровнях. То есть, можно начать прямо с самого верха. И так, да, будут задействоваться мышцы пальцев и кисти и вообще. Хорошо. Ну, и давайте теперь еще чуть-чуть потянем. Значит, возьмем большой палец и вот так вот его в сторону отведем. И почувствуйте, как тянутся мышцы. И вторую руку потянем чуть-чуть. Хорошо. Ну, и еще одна, как бы, серия упражнений, да, с прищепкой или с заколкой, она у меня достаточно тугая. То есть, я, в принципе, могу большим и указательным пальцем раскрывать, но остальными пальцами у меня сложно уже, сложности начинаются. И я как будто бы помогаю другими пальцами. Вот. Поэтому, если у вас есть прищепки более такие легкие, то используйте их. Вот. То есть, это просто, да, как демонстрация, как, что вы можете использовать такой инструмент тоже. Вот. Но я стараюсь, но все-таки, да, сопротивление нужно подбирать такое, которое вам подходит. Потому что иначе могут начаться боли и вообще не будете вы это делать. Как я вот сейчас хочу это бросить, все, на самом деле. И сразу видно, что левая рука у меня, конечно, намного слабее. То есть, большой палец еще хоть как-то открывает, остальные уже все. Вот. Значит, да. То есть, мы открываем прищепку каждым пальцем, да. То есть, это, в принципе, то же самое, что мы делали до этого, только с большим сопротивлением, с большим усилием. Вот. Ну, хорошо, значит, все, можно здесь закончить, еще раз потрясти, как-то расслабить их можно. Ну, и вдохнуть, и выдохнуть. Все. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.